Ты не забудь Все, что было Здравствуйте, Борис Максимович А вы помните, что вы просили меня составить список учеников, которые собираются участвовать в Олимпиаде? Я просил? Да Не помню А вы составили? Через полчаса сделаю Вы огромный молодец, Леночка Слушайте, чем-то у нас так пахнет Никогда не замечал прекрасные цветы, это для вас Слушайте, прекрасное утро, отличное настроение Это не к добру Лена 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 Что все это значит? А что это, Борис Максимович? Ответ неверный Угу Это я только что пришел в школу А вы уже давно здесь сидите Поэтому я вас спрашиваю Что это такое? Объясните мне, пожалуйста Я понятия не имею, Борис Максимович Почему я-то сразу? Почему вы так на меня смотрите-то? Мне что, вот Зачем мне сюда пробираться И устраивать вот это вот все? Зачем мне это надо-то? Это я думаю, зачем И не понимаю Надо посмотреть А вдруг что-то пропало Ну, что здесь может пропасть? Что здесь есть ценного? Скажи, пожалуйста Ну, что? Документы какие-нибудь Какие документы? Все документы, личные дела Важные все у вас там В сейфе Вы же это прекрасно знаете Да Здесь только мои личные бумаги Они почему-то разбросаны В полном беспорядке Как будто кто-то мне тут попытался Козу устроить А у вас тут были драгоценности там какие-нибудь? Ну, какие драгоценности? Ну, украшения какие-нибудь Какие? Ну, у меня сережки в секретарской лежат У меня один ваду человек подарил Очень красивые Вы меня когда последний раз видели В сережках? Вот именно Смешно Так А может быть у вас ручка какая-нибудь хорошая? Да какая ручка? Все хорошие ручки, кстати Давно уже сломаны Я вот пишу Обыкновенными, шариковыми Ладно Как я буду работать здесь? Скажите, пожалуйста Я уберусь Вы в кафе идите, а я уберусь Сколько времени вам надо? Десять минут Все Борис Максимович Что еще? Ну, вы пальто снимите Смешно 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 Я уберусь А я уберусь Катя, Катя, Варона, что надо? У тебя все хорошо? Лучше меня только Зощенко Вера. Нет, я серьезно. Может, у тебя что-то случилось? Что ты хочешь, Неустроева? Я хочу узнать, может быть, у тебя что-то случилось. Так я могу помочь. Ты мне можешь помочь. Если ты сейчас повернешься и уйдешь отсюда, ты мне очень поможешь, Неустроева. Катя. Катя, ну я правда могу помочь. Ну, смотри, когда, например, поделишься своими проблемами с кем-нибудь, ну, они как бы уже становятся, как они твои, а вроде как и того, с кем ты поделилась. Ну, как-то легче становится так. Что ты смотришь? Ищу. Кого? В данный момент я выбираю, что тебе лучше сказать. Уйди, пожалуйста. Илья, я не хочу тебя видеть, Неустроева! Хорошо. Скукота. Так, Заров, я вас слушаю. Не понял, Борис Максимович. Что вы не поняли? Объясните, как такое могло произойти? Ой, Борис Максимович, извините меня, пожалуйста, я нечаянно заснул на рабочем месте и... Причем здесь за стул я не про это с вами разговариваю? Как такое могло произойти? Так, не делайте вид, что вы ничего не знаете. Вы что, ничего не видели, ничего не слышали? Нет, Борис Максимович, я ничего не видел и ничего не слышал. Вы про что? Шуточки шутят. Хорошо, ответьте мне на один вопрос. Кому вы давали ключи от моего кабинета? Борис Максимович, так у меня нету ваших ключей и никогда не было. Действительно не было. Подождите, секунду, секунду, секунду. Тогда я ничего не понимаю. Кто-то проник в мой кабинет, понимаете? И все там перевернул, вверх дном. Вот идите, посмотрите. Да вы что, серьезно? А нет, шучу я, наверное, разыгрываю, охранник Азарова. Да ужас какой-то. Это не ужас, это... Подождите, господи, что ж... Какой-то человек-невидимка получается. Никто его не видел, но тем не менее он пришел. Ключей у него нету, но тем не менее он вошел, открыл дверь, вошел. Я даже не знаю, чем вам помочь. Школу охраняйте добросовестно. Да, Борис Максимович. Да. Вот это да. Ничего не понимаю. Как дела? Ну, я все сделала, как говорится. Можете пользоваться. Спасибо. Спасибо. Говорил Зару. Ничего не видел, ничего не слышит, ничего не знает. Странно. Странно. Вот именно. Кому понадобилось тут все громить? Верно. Кто-то вас не любит, Борис Максимович. Как пить дать? Надо звонить в милицию. Не надо звонить в милицию. А ничего не пропало. Что вы им скажете-то? Ну, скажу, что кто-то забрался в кабинет. И все разгромил. А кто знает, может здесь бомбу подложили. Да прямо. А если это какой-нибудь ученик наспорь сделал? На него заведут уголовное дело по статье хулиганства. И это же пятно на всю школу. Умная ты какая, Березкина. Что ж теперь, никак не реагировать, что ли? Нет, как-то реагировать надо. И как? Ваше предложение. Ну, можно пройтись по всем классам и на всех наорать. Замечательно. У меня глотки не хватит. Ну, тогда можно собрать всех в актовом зале и там на всех наорать. Я вообще не люблю повышать голос, ты же знаешь. Что-то я не заметила. Что? Ну, если вы не хотите орать, то можно написать большой плакат с порицаниями. Ворону попросить. И думаешь, подействует? Нет. Ну, и меня бы не подействовало. Ну, а зачем ты предлагаешь, если бы тебя не подействовало? В голову пришло бы ты предложила. В голову пришло. Думать надо вообще-то говоря. А потом уже говорить. В голову не пришло. А что вы сейчас повышаете голос? Вы же не любите орать. Вы только что сами сказали. Я свидетель. Так, Березкина, иди, занимайся своими делами. Я тут сам. Лена, кто там у нас сегодня? Чиж или Лиза? Вы про что? Вы про детективное агентство? Естественно. Кто у нас сегодня? Там главный. Чижов или Неустроева. А зачем вы опять кричите? Вы же не любите. Там Лиза. Так вот, пойдите, пожалуйста, и позовите мне Лизу. Хорошо. Спасибо. Что вы на меня кричите? Работа нервная. Вот и кричу. Твоя очередь. Любовь – это когда люди смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Это не ты сказал. Сказал Антуан де Сент-Экзюпери. Писатели не считаются. А кто считается? Ты считаешься. Хочешь, можешь родителям позвонить. Хорошая идея. Сейчас. Алло, папа? Да, привет. Слушай, папа, скажи мне, пожалуйста, определение слова «любовь». Ну, мне надо, надо. Ага. Спасибо. Давай, пока. Ну, что сказал? Сказал, что любовь – это когда ребенок похож и на маму, и на папу. Ничего не поняла, но ладно, я сегодня добрые засчитаю. У тебя два. Ну, чем занимаемся? Ну, мы тут поспорили, кто больше даст определение слова «любовь». У Егора два. Одно ему отец подсказал. Знаешь, как первое звучит? Любовь – это любовь. Ничего. Вот видишь, а ты не хотела засчитывать. А у меня знаешь сколько? Нет, об этом попозже. Я только что от директора. Кто-то разгромил его кабинет. Ничего не пропало, но... Жуткий беспорядок. Кстати, интересная зацепка. Дверь была закрыта на ключ, и при этом ключ был у Бормана. Ты хочешь сказать, что наш директор Лунатик пришел, значит, разгромил свой кабинет и пошел досыпать, да? Нет, я хочу сказать, что Борман попросил нас разобраться в этом деле и найти виновных. А зачем их искать-то? Чтобы только руку пожать? Может, лучше поработаем. Есть какие-нибудь идеи? Хулиганы поспорили. А кто у нас в школе самый отъявленный хулиган? Мишинчук, Чернов-младший. Вот с ними и надо поговорить. А вот этим займусь я. Я с этими парнями быстро найду общий язык. Есть еще одна мысль. Борман собирался продавать свою машину, но он так и не продал ее. Ты предзеленое ведро. Так бы и говорила, а то машина, машина. А кто об этом знал? Ты узнала? Об этом знали Лена Березкина и... Катя Воронина. Я у них спрошу. У Березкиной не надо. Я когда выходила из кабинета, у нее все расспросила. Она ничего не знает. Но вряд ли она вообще к этому причастна. Да и Кате тоже вряд ли. Знаешь, что я заметил? Что Лиза, в отличие от тебя, доверяет людям. А это недостаток, который надо искренне. Значит так, встречаемся через два часа. И обо всех новостях сообщайте мне. Вперед, вспей с ней. Недостаток. Березкина, подожди. Ты чего? Сам знаешь, чего? Ну я тут ни при чем. Я сам не знал, что она там вытворит. Ну ты же ее прекрасно знаешь. Она начинает психовать из-за любого пустяка. Чего ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты... Вот. Передай. Антон, хватит? Тебе что, трудно? Я не вижу в этом смысла. А я вижу. Ну, понятное дело. Ну, передай, пожалуйста. Нет. Ну, последний раз. Ну, я прошу тебя. Ну, я больше не буду тебя просить. Последний раз передай. И все. И... Спасибо. Мне это не нравится. Понимаю. Спасибо тебе большое. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. потом придешь. Так, дети, не выходите! Ждите! Привет. Че надо? Хотела с тобой поговорить. Можно? Попробуй. Ты слышала, что в кабинете у твоего отца произошло? Нет, мисс Марпл, я не слышала. Еще вопросы есть? Не слышала. Да, есть. И тебе совсем не интересно, что там произошло? Хорошо. Если ты так настаиваешь, что произошло в кабинете моего лысенького папашки? А зачем ты так про Бориса Максимовича? Дальше. Кто-то устроил в его кабинете настоящий разгром. Подождите! И что? Ну, я подумала, может, ты что-нибудь об этом знаешь. Не, я не знаю. Не знаю. Жаль. И еще вопрос. Может, тебе деньги нужны? Да я смотрю, вы в своем детективном агентстве не лаптимся и хлебаете. Молодцы. Продолжайте в том же духе. Ну, так нужны? Слушай, покажи мне того, кому они не нужны, а? Нужны? Ну, то есть не вы, да, заварушку у Бормана устроили? Нет, это не мы. Нет, да? Да, ну ладно, давай, давай. Ой. Это не он. Ладно, пошли в офис, будем фальшивомонетчиками. Угу. Борис Максимович? Да, Лизок, заходи. Здравствуйте. Здравствуй, как там наши дела? Как продвигается расследование? Есть свет в конце тоннеля? У нас есть мысль, что, может быть, в вашем кабинете пытались найти деньги. Не нашли их и поэтому ничего не взяли. Ну что ж, довольно умная мысль. Тем более, что денег у меня действительно не только в кабинете, а и вообще не очень-то много. Ну вот, и мы придумали такую штуку, мы хотим поймать преступника, так сказать, наживца. Это как это? Для начала вы должны представить, что вы продаете свою машину. Представить? Что я продаю это старое зеленое ведром? Смешно, Егор Калыванов выразился так же. Калыванов? Угу. Про мою ласточку. Ну да. Значит так, это я могу называть старым, зеленым и каким угодным ведром. Но не Калыванов. Про мою ласточку я ему устрою при встрече. Ну, Борис Максимович, это не так важно сейчас. Так вот, мне важно, чтобы об этом узнал как можно больше людей. Как-то это все представляешь. Ну как я, с тем газету что ли? Заметку? А, нет, я приду на урок и скажу, здравствуйте, дети. Здравствуйте. Мы сегодня проходим свой сфор на медленном треуголье. Кстати, кто еще не в курсе, я продал свое старое зеленое ласточку? Ну, приблизительно так. Смешно. Очень. Ну, не без этого. Так вот, и главное, чтобы об этом узнали трое людей. Так. Это Антон Заров? Антон? Да, потому что мне кажется подозрительным то, что он ничего не видел и ничего не слышал. Ну, честно говоря, мне тоже это кажется немножко странным, хотя... Ну вот, Лена Березкина. Лена? Лен! Берез! Ее нет на месте. Да? Ну, если это не Антон, то она могла проникнуть к вам в кабинет где-то между утром и вашим приходом на работу. Я, конечно... В общем, я могу это воспринимать, но, естественно, так, гипотетически. Ну, допустим. Ну, кто-то ретит. Катя Воронина. Так, это перебор. Ведь за это уже перебор. Нет, я... Не потому что... Ну, во-первых, конечно, я ей очень доверяю. Во-вторых, во-вторых, у Кати нет проблем с деньгами, поверь мне. Она прекрасно знает, что все, что ей нужно, я ей всегда куплю. Борис Максимович, я очень надеюсь, что вы правы. Но, пожалуйста, скажите ей об этом. Я даже говорить не буду. Это унизительно. Ладно, хорошо. Хорошо, я скажу! Замечательно. Тогда у меня к вам еще одна просьба. Вот это положите, пожалуйста, в верхний ящик стола. Что это? Это деньги напечатанные... Осторожно! Егор Калыванов напечатал их на принтере и обработал какое-то дряни. Приманка. Как у вас все серьезно? Куда положить? В верхний ящик стола. Сюда? Угу. Нормально? Спасибо. Пожалуйста. Чего ты за мной бегаешь, Березкин? Отстань. Ну, я просто хотела узнать, как ты. Как, как? Отвратительно, вот как. Каз, ну это зря. Надо просто переключить внимание. О ком-нибудь другом подумать. Слушай, Березкин, с каких пор ты обо мне заботишься, а? Мне ужасно стыдно, Катя. Ну, это же из-за меня ты с Заровым стала снова встречаться. Слушай, а можно я как-нибудь сама разберусь, без тебя? Ты разберешься, я в тебя верю. Ты молодец. Да? Я просто возьму и... И выброшу его из головы. Правильно, а я тебе помогу. Интересно, как? А я тебе уже помогла. Мне сегодня Заров передал для тебя записку. А я ее выбросила. Записку? А что там было написано? Ну, я не знаю, я же ее выбросила. Куда ты ее выбросила, Березкина, конкретно? У охраны где-то. Кать, а чем он тебе нужен-то? Я сама разберусь без тебя, понятно? Катя. Катя. Субтитры сделал DimaTorzok Алло Привет, ты как там? Нормально, занял позицию в классе биологии Напротив директора, кстати Мимо меня ни одна мышь не происходит Что делаешь? Читаю бедную Лизу Нам на лето задали, но я поленился И как тебя? Мрак Ну так это же хорошая книжка Может быть, может быть Вот только не верю я в такие отношения Драйва в них не хватает Да ладно, там дальше интереснее будет Ну это хорошо А то я уже засыпаю от переживаний Этот карамзин мог бы экшена добавить Так, главное не спать Ну все, давай пока Если что, звони Хорошо, давай пока Офа Так Полный порядок На первый взгляд, да Ну что-то не так? Это их не заинтересовало А что это? Большие у меня деньги А можно посмотреть? Фу, что это за гадость? Это специальная краска Зачем? Вчера я сказал вам Охраннику нашему Зарову И Кате Ворониной Что продал машину Я помню Ну так вот По мнению Лизы не устроилась Сегодня ночью Кто-то из вас Троих должен был прийти За этими деньгами Или не приходила? В том-то дело Что никто не приходил Понятно Что понятно? Ничего, идите работайте Ага Мне Зоя Захаровна К вам прислала Я спал в ее кабинете Она попросила вас Принять ко мне Дисциплинарные санкции Ты спал в кабинете У Зои Захаровны Ну так почему она Не применяет тебе Дисциплинарные санкции? Да я же не спал Я выслеживал Этого погромщика Ну помните Вам Лиза говорила Так И кто же погромщик? Да вроде пока Непонятно кто Я же спал Ты спал Или следил Колыванов Тебя прислали сюда Зачем? Я тебе вопрос задал Хватит ковыряться там Тебя зачем прислали сюда? Чтобы я к вам Применила дисциплинарные санкции Иди отсюда Иди Не раздражай меня Лиза это я Да нет Нет ничего не пропало И деньги на месте Все Ну Ну не знаю Наверное все Что я туда полезу Там же краска Да Как сказать Все в порядке Кто-то выпил полбанки кофе Ну может отсыпал Но все равно Значит Кто-то в кабинете был В кабинете директора Полный порядок Но там точно Кто-то был Потому что Кто-то выпил Весь кофе При этом Деньги никто не взял Ох Есть какие-нибудь идеи? Могу сказать Только одно Кто бы это ни был Деньги его не интересуют Ни настоящие Ни фальшивые Да Я тоже так подумала Весь план проводился Ох Спящий красавец Да Доброе утро Да Как спалось? Да А ты знаешь Что бывает Засон на боевом посту? Знаешь, а? Между прочим Это серьезное Служебное нарушение Вот-вот Она права Это серьезное Служебное нарушение Да Да Я виноват Я хочу Чтобы вину Со мной разделил Писатель Карамзин Так может быть Мы на него Заодно повесим Разгром В кабинете директора Да А что С него Все-таки гладкие Но у меня Есть предположение Получше Я знаю Кто был В кабинете директора Откуда? Ты же спал Как сурок Даже он Голову намочил Холодной водой Но Вот это я у него Там обнаружил Это улика Что это? Это Зажим для галстука Моя мама Такой же Димке подарила Правда он галстуков Не носит А никто не носит У нас в школе Такие носят Только два человека Первый Это сам Борман То есть Все-таки Директор Лунатик И сам Разгромил свой кабинет Ну а кто второй? Нет Нет Подождите У Бормана Зажим на месте А вот второго Я вам не скажу Думайте сами Гадайте Не знаю Про любовь Ты хорошо болтаешь Аня Нет Это не мое У меня другой был А что это так вдруг То мое То не мое Слушай Мисс Марпа Несу свой нос В чужой вопрос И вообще Забирай этот зажим И иди отсюда А что это ты так занервничала То что ты нервничаешь Между прочим Доказывает мою правду Я не нервничаю Я спокоен Как слон Слушай слон Меня Борис Максимович попросил Разобраться Ну вот и разбирайся А я тут ни при чем Я не громил кабинет директора И вообще Я там не бываю Я вообще-то не говорила Что ты его громил Значит так все Может быть все-таки ты Я сказал все Я больше ничего не скажу Точка Борис Максимович Может быть Может быть Мне скажешь Жаров Что ты молчишь Я слушаю Может быть Отвечешь мне на вопрос Зачем ты разгромил Мой кабинет И что ты делал там Сегодня ночью Борис Максимович Я не могу вам Предоставить Нужную информацию Извините Так Иными словами Не сунь свой нос Борис Максимович Чужой вопрос Да Я бы вам так не сказал Ей да А вам нет Понятно Продолжим этот разговор У меня в кабинете Что вы стоите Садитесь 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 Чувствуйте себя Как дома Спасибо Впрочем Вы и так себя Отлично здесь чувствуете Да ведь Вот Возьми Бумажку Муточечку Сейчас Не пишет Извините Вот хорошо пишет Просто Ручечку Вам же надо что-то Ну да Вот папочка подойдет Да Очень хорошо Пишите Заявление Нет Для начала Пишите Объяснительную А А что мне объяснять Ах вы не знаете Нет Хорошо Давайте по пунктам Пункт первый Что вы делали в моем кабинете Пишите Хорошо Пункт второй Почему вы разгранили мой кабинет Пункт третий Кто вам в этом помогал Да какая разница уже Борис Максимович Ага Значит не отрицаете Что кто-то помогал Нет я отрицаю Из чего вы взяли Что я тут был не один Ладно Пишите по первому двум Ага Давайте Давайте Знаете Борис Максимович А мне нечего тут писать Нечего вам писать Нечего То есть подсказать вам Да Хорошо давайте Пишите Пишите про себя Пишите что вы Из Заров Давайте Заров Да Женатый человек У которого двое детей Между прочим Это для начала Про жену А потом про Катю Воронину Напишите мне Знаете Борис Максимович Вот это вас не касается И я не касается Не касается Вы забыли что я отец Я отец между прочим Вы тоже отец Но у вас свои дети вот занимайтесь своими детьми это моя дочь я буду решать с кем она общается что она делает я напишу заявление пишите пишите я вот для этого и позвал что вам не пишет ручки не ломайте писать не научились скоро антон слушай вот и лиза просила передать спасибо слушайте ребята вы катю воронину знаете конечно можете передать передадим спасибо слушай березкина ты не знаешь почему там заботина на охране где заров уволили твоего зарова как то а вот так то ты думала папа твой дурачок что ли он не понимает кто постоянно берет ключ делает там бардак и пьет кофе о господи если ты хочешь знать мое мнение я считаю ты к лучшему ты сейчас его забудешь у тебя начнется новая жизнь все будет хорошо слушай ты такая умная березкина я просто поражаюсь да дать бы тебе гачным ключом по башке хватит мне угрожать сами виноваты сами виноваты что она что случилось просто мы ну просто просто я его люблю уже давно мы начали встречаться но даже не просто встречаться мы чай просто пили в кабинете у папы по ночам потому что он дежурит ему скучно я к нему стала приходить и все ну а зачем тогда надо было громить кабинет просто он мне сказал что он от жены своей не уйдет и дочку тоже не бросит я когда представлю что он что он после работы приходит к жене к дочке они ко мне ну а потом что чего потом потом просто мы мы решили что пусть останется все так как есть ну пусть мы так дальше и будем встречаться хоть мне это не нравится и за зону ничего не громил уйдите отсюда пожалуйста хочешь я поговорю с борисом хочу хочешь но только при одном условии при каком если будете встречаться то здесь чайник я вам поставлю ну хорошо борис максимыч да лизенька у меня к вам просьба слушаю верните зарова на работу зарова как так не понимаю борис максимыч он ни в чем не виноват он не громил кабинет правда да а кто же громил да ладно ладно знаю я кто ну тогда бы увольняли бы не антона а катю вообще как вы узнали догадался ты знаешь я скажу тебе по секрету лизонька что я работаю не только директором школы но и учителем математики у меня с логикой все в порядке прикинул тут одно к другому вот смотри заров по грому устроить не мог не в его характере верно а катя могла и как они сюда попали у зарова не отключает моего кабинета а вот катя запросто могла взять его с моей тумбочки дома и кроме того я не одобряю понимаешь не одобряю их эти взаимоотношения борис максимыч они взрослые люди а он женатый человек ну ладно чего пускай возвращается спасибо так у смея знаешь я для себя выяснил две вещи ну ну во первых несмотря на то что лица в отличие от чеша доверяет людям это иногда помогает ну не скажи ворона пришла и сама все рассказал и второе слушай Ну, слушаю, слушаю я тебя. Любовь, это когда громят кабинет директора. Ну, допустим. У тебя три, а у меня все равно 24. Эй, да подожди. И мне два. Спасибо. Хорошо, что я вернулся. Школа все-таки это не продуктовый магазин. Я даже успел соскучиться. Вполне достаточно, чтобы соскучиться. Знаешь, Лиза все-таки молодец. Вот если бы не она, меня бы тут не было. Она, знаешь, такая... Такая изящная, такая женственная. Но она... Нет, она просто очень женственная. Она такая... Катя, подожди, успокойся. Я же пошутил, я не то хотел сказать. Катя, не надо. Катя, спокойно. Она... 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 Идя, она... Она некрасивая. Я же... Катя, самое качественное. Знаешь, это ты мне. Катя, уважаем. Вот так, живем. Не надо так, как... Ваш дит tutor. Катя, уважаем. Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok